Вопрос к свидетелям, гостям на свадьбе. Помните фразу, если кто-то против этого брака, пусть говорит сейчас или молчит вечно? Что было дальше? Расскажите свою историю. Жених отличился. Он расплакался, сказал невесте, что давно разлюбил ее, но боялся признаться. Они покинули гостей на 10 минут, потом вернулись и все-таки поженились. Скорее всего, она сказала ему, что беременна. Они до сих пор вместе и у них трое детей. Насчет него не уверен, но у нее точно роман на стороне. Никто из них не счастлив, зато у них стабильная, обеспеченная жизнь, удобная для них обоих. А парень просто бесхребетный осел. На свадьбе моего двоюродного брата после обмена клятвами моя тетя выкрикнула «А когда будет момент, где я смогу возразить?» Ну или что-то в этом роде. У родственника моей жены была тематическая пиратская свадьба. К ним заявился пират-противник, который возражал против брака. Жених сразился с ним на рапирах и одержал победу. Никто не говорил, что можно возражать, но бывшая девушка жениха встала и начала кричать, что он ее судьба, она до сих пор его любит, за все прощает, и им нужно немедленно взяться за руки и свалить в закат. Он бросил ее пять лет назад ради той, на ком женился. Пока все сплетничали и обсуждали инцидент, я наслаждался свадьбой. Поглощал вкуснейшие закуски и упивался шампанским. Кстати, невеста была моей бывшей девушкой. Не знаю, зачем они нас пригласили. Один из моих друзей прервал свадьбу своего двоюродного брата, чтобы выйти в туалет. Он реально не мог понять, почему все так на него злились. Кстати, это был второй раз, когда он так поступил со своей семьей. Первый случился восемь лет назад, когда он был подростком. И большинство членов его семьи, в принципе, ожидали подобного поведения. Это произошло совсем недавно, и я не видел здесь подобных историй. У жениха был лучший друг, с которым они были не разлей вода много лет, жили в одной комнате и были очень близки друг с другом. Фишка в том, что они были гораздо больше, чем друзья. Однажды жених встречает невесту, влюбляется, и они собираются сыграть свадьбу. Лучший друг безумно расстроен, что жених решил связать свою жизнь с кем-то другим. На свадьбе регистратор предлагает высказать возражение против этой свадьбы, причем обращается прямо к лучшему другу, а потом быстро забирает свое предложение обратно. Так невеста решила намекнуть лучшему другу, что она в курсе, насколько он важен для ее жениха. Как ни странно, ситуация получилась забавной и не вызвала никакой неловкости. Однажды я была на свадебной церемонии, которая проходила на открытом воздухе. Надвигалась гроза, и пастор торопился закончить официальную часть, чтобы гости поскорее отправились на банкет в закрытое помещение и не попали под дождь. Он спросил, возражает ли кто-нибудь против этого брака, и вдруг раздался сильный раскат грома. Пастор на мгновение остановился, а потом сказал, кто-нибудь еще? Хорошо тогда, и закончил церемонию. Я не знаю подробностей жизни молодоженов, мы мало знакомы, я была плюс один, но они до сих пор вместе, так что смирись с этим, протестующий с небес. У меня есть одна не очень романтичная история. Родители невесты, мои подруги, развелись, и ее отец практически с ней не общался. Он женился второй раз на какой-то ярой последовательнице секты христианской науки, и сам стал фанатиком этой псевдорелигии. На свадьбу невеста пригласила только отца, без его новой жены. И он, конечно же, пришел, чтобы поддержать дочь в такой торжественный день, как мы думали. Во время обедов он встал и заявил, что его дочь такая же сука, как и ее мать, а жених должен уносить ноги прямо сейчас, пока его душу не сожрал суккуб. Это он тоже про мою подругу. Не самая ужасная свадьба, на которой я была. Что значит не самая ужасная? Время историй. Рассказывай. Мне 30 лет, и я начинаю думать, что мне везет на безумные свадьбы, чего я только не повидала. Вот самая запоминающаяся. Церемония прервалась, потому что на свадьбу пришла любовница жениха вместе с их общим ребенком. Они втроем убеждали невесту, что полигамия это нормально и естественно, все должны быть честны друг с другом. Невеста, моя бывшая соседка по комнате в колледже, ехала на свою собственную свадьбу за рулем, потому что сама очень так хотела, и получила штраф за вождение в нетрезвом виде. Потом она пыталась соблазнить офицера, чтобы избежать наказания, но ей это не удалось. В итоге завязалась потасовка, и она была арестована за нападение на полицейского. Свадьба моего коллеги проходила на закате на палубе теплохода. Из-за неполадок с двигателем на судне случился небольшой пожар, и нас всех эвакуировали на лодках на берег. Для организации свадьбы, где я была плюс один, молодожены обратились в свадебное агентство, чтобы спланировать все детали. Когда мы прибыли на место, там ничего не было. Ни банкета, ни диджея, ни свадебного торта. Организаторы свадьбы их просто кинули. 250 гостей бродили по парковке и не понимали, что происходит. Я надеюсь, той паре удалось вернуть хотя бы часть своих денег. На свадьбе моей коллеги свидетельница заявила, что она спит с женихом уже несколько месяцев. Невеста ушла в слезах, и свадьба не состоялась. Вскоре жених решил переметнуться к свидетельнице, но та сказала, что и так уже испортила жизнь подруге, чувствует себя виноватой и послала его к черту. У невесты сейчас все отлично, она работает менеджером в той же компании, что и я. Про жениха я ничего не слышала уже больше года. Невеста общается со своей несостоявшейся свидетельницей, но их отношения уже не такие, как прежде. Я видел, как это чуть не случилось на свадьбе моего дяди. Его друг порядком напился, и когда регистратор спросил, есть ли среди присутствующих тот, кто против церемонии, он встал и хотел что-то сказать. Моя мама, сестра моего дяди, резко отдернула этого пьяницу и усадила на место. Вообще он хороший парень, но как напьется, перестает следить за своим языком. Он был близким другом молодоженов и мог наговорить всяких глупостей. Это была небольшая церемония в ботаническом саду, где на входе стоял столик с алкогольными напитками. Гости могли добавить себе настроение перед официальной частью, и друг моего дяди, видимо, перестарался. Когда мне было 13 лет, мой двоюродный брат женился во второй раз. Они с невестой сами написали свои клятвы, чтобы произнести их на свадьбе. Во время церемонии, еще до того, как они начали произносить свои клятвы, сын моего двоюродного брата, от первого брака, встал и сказал, что невеста изменяет ему с поставщиком травки, и он не может позволить отцу жениться на ней. Мой двоюродный брат стал кричать на своего сына и сказал, чтобы тот либо замолчал, либо убирался. Парень ушел, а мой двоюродный брат все равно женился на ней. Спустя 5 лет брака и одного ребенка, мой двоюродный брат узнал, что это была правда, и ушел от жены. Наконец, он решился жениться в третий раз, но для этого нужно было оформить официальный развод со второй бывшей женой. Она не возражала. Со своей третьей женой, уже бывшей, он жил в Миссури, но там тоже что-то пошло не так, и они разошлись. Он не стал требовать развода, а просто переехал жить в Калифорнию. Жить со своей второй бывшей женой. Снова. Вот такой у меня родственник. Мой друг почти заплатил мне, чтобы я сорвал свадьбу своего собственного отца. Я согласился, но в самый ответственный момент растерялся, и мой отец остановил меня. Я бы сделал это бесплатно, если бы знал тогда, что моя мачеха тупая и безумная сука. Это случилось на моей свадьбе, которая проходила в деревне в доме моей бабушки. Когда прозвучал вопрос о возражениях, воцарилась тишина, и вдруг одна из коров на соседней ферме громко сказала «Моооо». Все долго смеялись, это был самый забавный момент на моей свадьбе. Около пяти лет назад мой коллега пригласил весь наш коллектив на свадьбу. Он отличный парень, всегда очень хорошо отзывался о своей невесте. Мы не были с ней знакомы, а только видели её на фотографиях. Итак, день свадьбы. Атмосфера была потрясающей, было видно, что они потратили много денег. Мне было очень комфортно и весело, думаю, так же, как и остальным. И вот невеста и жених стоят у алтаря, улыбаются и смотрят друг другу в глаза. Священник задает этот вопрос, говорите или навсегда молчите. Я понимаю, что это просто формальность и ничего страшного никогда не происходит, но вдруг начинаю безумно нервничать. И как только мое беспокойство прошло, невеста начинает нести какую-то ахинею о том, что они друг другу не подходят. Он был черным, а на белой. Что не представляет свою жизнь с ним и все такое. Она расплакалась и убежала. Ее родители на пару минут впали в ступор и бросились за ней. А наш жених стоял ошарашенный у алтаря и хотел провалиться сквозь землю. В итоге его друзья подошли к нему и увели из поля зрения гостей. Я ушел, потому что мне было неприятно там оставаться. В тот день они так и не поженились, но в итоге все равно сошлись. Сейчас они счастливы в браке и мой коллега вспоминает о том случае с юмором. Лично для меня это странно. На свадьбе, где я был, один из друзей жениха заявил о своей сумасшедшей любви к невесте. Еще трое или четверо друзей также заявили свои возражения. В том числе из-за того, что один из них влюблен в жениха. Позже оказалось, что невеста подговорила их, чтобы разыграть своего возлюбленного, его семью и друзей. Это было довольно весело. Лучший друг моей сводной сестры сделал это на репетиции ее свадьбы. Это случилось прошлым вечером. Свадьба планировалась очень масштабная и репетиция не уступала по размаху самому торжеству. Организатор мероприятия раздавал всем указания, где встать и что делать, когда лучший друг заявил, что всю жизнь ее любит и всегда надеялся, что чувства взаимные. Гости и молодожены были в ужасе, чуть не разгорелся скандал. Насколько я знаю, моя сестра и ее жених больше никогда не общались с этим парнем. Моя жена уговаривала меня пойти на свадьбу, на которую мне очень не хотелось идти. Сейчас я благодарен ей, потому что стал свидетелем величайшей драмы человечества. Это случилось много лет назад и было похоже на один из эпизодов шоу Джерри Спрингера, только с копами. Любовник невесты на свадьбе закричал. Будь я проклят, если буду держать рот на замке и позволю тебе увезти мою женщину. Извини, кусок дерьма! Потом этот невменяемый придурок достал пистолет и начал угрожать жениху. Гостей было человек сорок, началась паника и все разбежались. Пара смельчаков вызвали полицию. Я вытащил жену на улицу и мы дальше наблюдали за этим спектаклем через окна церкви на безопасном расстоянии. Жених прирвал свадьбу, чтобы спросить отца невесты, действительно ли невеста девственница. Затем он продолжил говорить, что он должен быть уверен и его держат в неведении и бла-бла. Было очень неловко. На этой свадьбе я был бывшим парнем. Изменено. Бывшим парнем жениха. Когда прозвучал вопрос, отец невесты подтвердил, что это правда. Я понятия не имею, какое значение это имеет, но они казались суперконсервативной семьей. Одной из таких, где девушки носят закрытые платья и строгие прически. Кроме того, они были афроамериканцами. Короче говоря, церемония продолжилась, но в воздухе повисло напряжение, которое ощущали все гости. Мне казалось, что я нахожусь в центре какого-то розыгрыша. Мой старший брат женился, когда мне было пять лет. Когда пастор спросил, кто против этой свадьбы, я встала и сказала, я протестую. Все гости уставились на меня. Наш папа спросил меня, почему я против, а я ответила, что мне просто было интересно, что произойдет дальше, когда я произнесу это. Потом я села на стул и замолчала. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео.